и снова здравствуйте всем привет и так хотелось бы ответить на вопрос как вот это дело все значит капюшон сделать чтобы закрывался давайте рассмотрим несколько вариантов так первый вариант самый наипростейший мы просто вставляем кости капюшон отсюда фиксируем на нижней кости которые не будут двигаться вот эти вот нижние кости они не должны двигаться и добавляем на низ значит еще по косточке или одну кость сюда можно добавить чтобы назначились веса и вот эта полоса отбилась значит чтобы кости ее уже не двигали как конечная да так вот такой вариант работает это все немножко примитивно мы выбираем вторые кости вот эти вот эти и можем значит все это дело крутить вот вот таким вот образом опускается она до низа все нормально все может работать но единство что еще можно сделать это значит отвязать некоторые кости чтобы их можно было еще как бы подкорректировать помягче отдельно с ними работать так и получается капюшон капюшон вот этот будет значит опускаться если полностью допустим здесь ставит руки капюшону да и будет значит сейчас вам покажу какая штукенция штука будет выглядеть вот таким вот образом вот он убирает капюшон здесь если сейчас отвязать какие-то косточки назначить им разный внешний вид чтобы не путаться да и тогда можно двигать эти кости и здесь еще сделать помягче ну давайте пропишем ctrl z значит так на первом кадре пропишем вот такую позу допустим и прописали следом пускай будет 20 кадр как будто он там долго все это дело примеряет здесь мы его капюшон опускаем опускаем вот до этого до этого значит уровня если мы отвяжем сейчас вот эти косточки то мы сможем их закрутить ну в принципе мы можем как сказать тут нужно сделать нормально чтобы можно было понимать где какая кость то бишь назначить им допустим кому-то кубы кому-то сферы какие-то пусть ему возможно скрыть полностью чтобы они не отвлекали значит от работы и здесь мы можем вот доводить еще видите капюшон ну тут вот идет в чем минус то я сейчас не вижу чья кость от какой полосы идет ну так визуально можно понять первая вторая это уже значит идет где-то тут третья спряталась но я ее уже выбрать не могу и все это дело мы прописываем значит опять и ну тут опять же руки все движение капюшон падает все это нужно тоже подгадать это значит а и прописываем этот капюшон и получается он у нас вот таким вот образом действует так вот прописались отдельно значит кости почему просто прописал только нижний а вот эти косточки не прописал так сейчас мы их сейчас выберем не проблема так и вот они их уже тут видно когда они значит перекрутились это значит мы их доводим назад чуть-чуть поправляем видите надо еще поставить по каким осям чтобы они не двигались ну или не принципиально можно доводить подправлять тем более капюшон если в анимации раз будет снимать то можно посидеть и чуть-чуть тут заморочиться английская а и прописываем и получается вот опускается капюшон принципе неплохо он опустился но теперь если у нас получается вот такой внешний вид но не очень да вот так нижняя грань это можно поправить нижние косточки давайте посмотрим так вот эти нижние косточки можно просто чуть-чуть сдвинуть допустим вперед можно сделать с но помоему ну как не будет она работать потому что рик миксамовский skyл здесь не работает здесь прописывается только copy rotation и copy rotation ну вот таким вот образом мы допустим это все дело убрали и прописали возможно она Ну да, вот они Location прописываются Skyl только не прописываются Ну и где-то В принципе вот Капюшон работает Если нужно больше Реалистичности По прошлым роликам Давайте добавим Немножко мягкости всему этому делу Выберем Капюшон Добавим шипки и плюс Еще один создаем Перематываем ползунок До конца И уже на открывшемся Вот этом моменте Просто заходим в Sculpt Mode Выбираем Значит кисточку Grab Делаем F Побольше И немножко все это дело Вот так как бы Вытягиваем, приминаем Создаем ему именно ту Позицию Которую бы мы хотели Здесь значит чуть-чуть Повыше Здесь тоже повыше Надуем Ну а здесь капюшон Можно немножко даже Растянуть Как будто он упал Сделать ему вот такие вот Складки И все Так Вот он наш Капюшон Чуть-чуть конечно Просвечивается Именно Куртка Ну это все можно дело Подправить Поднадуть Спереди Тоже можно тут Чуть-чуть поджать Вот эту вот стуку Но это уже По обстановке Да Теперь Здесь Добавляем На шестом Делаем прописку Нормальную Вот допустим И Ставим Ползунок На минус А на двадцатом Кадре Где вот Капюшон Опустился Мы его добавляем До конца Или до середины До какого-то момента Можно тут Создавать Его движение И вот получается Теперь раз Вот У нас анимация Работает с шипкими Вы видите что Шипкие тоже Изменяются В размере И добавить Если несколько шипкеев Разных То можно тут Создать Чуть-ли как будто Он ветром Не колышится Ну а там вот Где руки Давайте рассмотрим Еще момент Какой Так Это я пока удалю Это уже понятно Да Что шипкеев Можно добавлять Так Капюшон Желательно делать Его отдельным От одежды Или потом Не Ну одежда Привязывается Вверх С группами Значит Поэтому лучше Капюшон Сделать как бы Отдельно Вот так Отрезать Его Или уже Делать Отдельным От самой Куртки От этой От футболки Или от куртки Сделать где-то здесь Аккуратный разрез И как я раньше Показывал Вот эти косточки Поставить на Грань Именно Для связывания Вот этого шла Чтобы Здесь не было Расхождения Ну все это Можно Визуализировать Все это дело Подправить Так Ну другой вопрос Если руки Будут браться Допустим Так Ну это надо делать Анимацию Ладно Не буду делать Анимацию Просто Представьте Что Вот персонаж Ложит руки Вот на эту Первую Значит Грань На эти Первые косточки А они Не двигаются Мягкости В них нет Да Тогда Что делаем Мы заходим Выбираем Косточки Заходим В edit mode Видите У меня тут Все отрезано Грубовато Конечно Отрезано Но все равно Для показа Вроде бы Будет понятно Да Теперь Мы можем По Отвязать Значит Так Вот где-то Здесь Он будет Браться Можем Все косточки Поотделить Ну давайте Вот это Это значит Alt-P Clear Parent Вот это Тоже Alt-P Clear Parent И вот это Тоже Alt-P Clear Parent Теперь Вяжем Назад Ну давайте Вот к этой Кости Как она Будет их Крутить Вот к ней Будем вязать Делаем Ctrl-P И Повсет Здесь Сделаем Привязку Ctrl-P И Повсет И вот Эти косточки Тоже Вяжем Ctrl-P И Повсет Так Еще что Вы видите Что здесь Две стороны Можно делать Полностью По кругу Их пропускать Но это Уже будет Не тот Эффект Тогда Мы не сможем Двумя Сторонами В разной Позиции Допустим Руководить Так Что здесь Вот эту Косточку Ctrl-P И Повсет Все их Привязываем Обратно То же самое Можно сделать И с этими Костями Ну Где-то Допустим В верхней Только части Или Тоже Так же Все Отвязать Теперь Заходим В Object Note Перевязывать Наверное Не надо Ну Сейчас посмотрим Так Выбираем Кости Заходим В Повс Note И Теперь Смотрите Мы можем Эти Косточки Отчеркивать Отдельно Так Вот Теперь Если он Рукой Возьмется То Получается Вот у нас Эта Кость Вот Эта Кость Будет Отдельно Ну Так Двигаться Вот он Может Ее Вверх Поднять Там Еще Косточки Есть Мы можем Выбрать Так А тут Что-то А Одна Кость Не Привязалась И ушла К Медене Да А ну Ка Так Нет Это Вот Эта Кость И И вот Мы Можем Две Кости Взять Допустим Вот Создать Движение Ветра Как будто Все это Дело Ковышет Примитивно Понимаю Ну В принципе Если Все Все Дело Правильно Заанимировать То Получится Вот Неплохое Движение Значит Капюшона Вот Можно Создавать Или Шиптеями Или Опять же Костями Как будто Ветер Вот Это Все Дело Тут Движет Будет Задействованы Конечно Какие Кости Смотрите Я Сейчас Попробую Все Это Дело Настроить Так Вот Эти Кости Нам Не Понадобятся Вот Эти Косточки Нам В принципе Будут Не Нужны Если Нужны Мы Найдем Н Панель Давайте Опять же Риг Ту И Поставим Им Финджер Все Применили Вот Они Вроде Бы Есть Но Теперь Понимаем Что Эти Кости Трогать В принципе Нам Не Надо Теперь Мы Выбираем Ну Эти Кости Мы Назначаем Их На Сферу Все Теперь Поднимаем Их Чуть Повыше Вот Делаем Побольше И Поднимаем Чуть Чуть Их Повыше Так Вот Здесь Где-то Теперь Мы Понимаем Что Вот Этими Кружками Можно Двигать Если Эти Кости Будут Все Отвязаны То Мы Двигаем Допустим Вот Этими Кружками Так Теперь Нам Нужно Настроить Вот Эти Кости Вот Которые Должны Именно Будут Ну Как Крутиться Чтобы Мы Понимали Что Это Отдельная Значит Группа Давайте Назначим Их На Куб Так Куб Мы Кубы Уменьшаем Так Чуть Чуть Побольше Ну Чтобы Видеть Чтобы Они Не Перехлестывались Так Давайте Еще Чуть Чуть Побольше Кошлина Это Мало Вот Вот Так Ну И Этим Тоже Костям Что-то Поставить Вот Эти Кости Они Не Будут Двигаться Значит Мы Их Просто Можем Тоже Скрыть Можем Их Выбрать Какую Нибудь Штукенцию Допустим Тот же Финджер И уменьшить Чтобы Даже Их И Видно Не Было Но Мы Будем Знать Что Они Тут Есть И Привязка Тут К Одежде Будет Значит Мы Их Выбираем И Назначим Это Что Это Значит Ну Давайте Циркал Назначим Все Вы Видите Что Они Стали Маленькие Если Вы Все Так Хотите Их Видеть Ну Тогда Чуть Чуть Их Можно Прибавить Вот Они В Плоскости И Не Будут Глаз Мозолить Вот Такая Штука Так Теперь Если Мы Выбираем Допустим Кубы Вот Мы Теперь Можем Р Крутить Наш Вот Этот Значит Капюшон Вот Так Если Он Ложит Руку Сюда То Мы Можем Выбрать Значит Вот Эти Две Косточки Так Ну Одна У меня Не Отвязана Да Ну И Вот Эти Косточки Все По Отвязать И Тогда Можем Выбирать Вот Эту Кость Одну Вторую И Создавать Движение Где Вот Это Всему Действуем Где Он Берется Рукой Хотя Быть Косточки Вот Эти Отвязать Ну С Двух Полос С Этой Стороны Вот Эти Отвязать И С Этой Отвязать И Тогда Получается У нас Уложится Значит Вот Эта Штука Руки Сбрасывают Где-то Быстрее Движение Создать Анимации Быстрее Так Падешь Да Так И Вот Эти Косточки Которые Будут Отвязаны Мы Можем Их Еще Тут Доводить Вот Это И Плюс Мы Можем Создавать Какой-то Допустим Падает Капюшон А Эта Косточка Ну Как Раз И Чуть Дернулась По Шее Там Или Плечами Дернул И Капюшон Чуть Болтыш Ну Тоже Такой Вот Вариант Так Повторю Что Это Самый Простой Такой Вариант Возможно Не Самый Идеальный Но Его Можно Довести До Ума Именно Опять Шепки Отдельными Костями И Уже Создать Неплохую Анимацию Кстати Выбираем Капюшон Вот Минус Чем Смотрите Когда Вы Уже Привязали Значит Мэш Костям То Вот Это Сглаживание Не Проходит Уже Вот Эта Вот Штука Она Уже Не Проходит Именно С Мексамовским Вот Этим Ригом Нужно Сразу Все Сглаживать Или Закидывать Мексама Уже Персонажа Со Сглаженными Шейдер Смут Применять К этому Мэше Чтобы Он Был Гладкий Ну Вот Такая Информация Итак Если Подойдет Такая Штука Отпишитесь Возможно Еще Настроить Значит В Другом Виде Кости Ссылку В описании Оставлю Это Уже Когда Я делал Растяжение Вот Ситоктан Телетен И Можно Настроить На Бибон Вот Они Кости Бибон Или Настроить На Стик Вот Они Тоже Видите Внешний Вид Другой Костей И Они Глаз Не Столько Напрягают Вот Нужно Ими Еще Тоже Руководить Но Это Кому Как Удобно Вот Такая Информация Все Всем